То, что следует принимать в расчет, не стиль одежды, не марка автомобиля и не сумма денег в банке. Это ничего не значит. В расчет надо принимать только служение людям. Именно им и измеряется успех. Джордж Вашингтон Карвер. Человек, который разговаривал с растениями и герой нашего сегодняшнего выпуска. В 1864 году, в самом конце Гражданской войны, США на маленькой ферме Моисея Сьюзан Карверов в штате Миссури родился новый раб, которого назвали Джордж. Своих родителей мальчик не знал. Отец был рабом на соседней ферме и погиб в результате несчастного случая. Мать пропала почти сразу после рождения сына. Считается, что ее похитили охотники за рабами. У Карверов не было своих детей, и они, проникнувшись с судьбой Джорджа и его брата, взяли их к себе в дом и воспитывали как своих детей. Помогая в саду Сьюзан, Джордж часами мог изучать растения, рассматривая листья, соцветия, подмечая особенности роста, как и какие растения реагируют на полив или удобрения. Согласно легенде, малыш очень быстро приобрел известность как зеленый доктор. Местные фермерши приносили ему свои умирающие цветы из сада, и он через некоторое время возвращал им здоровые цветущие растения. Звучит вроде бы все неплохо, но напомню, что это Америка 19 века. Рабство, может, и отменили, но отношение к людям с другим цветом кожи осталось. Оно не могло измениться в одночасье. Между рощерком пера Линкольна о 13-й поправке Конституции и реальным осознанием этого факта прошло не одно десятилетие. Причем осознание касалось не только белых, но и черных. Рабство отменили. К Джорджу относились как к сыну. Он имел домашнее обучение, но все же представлялся как Джордж Карверов. И только когда поступил в школу для чернокожих и поселился в доме афроамериканской семьи, представляться стал не Карверов Джордж, а Джордж Карвер. Окончив школу, Карвер отправился на поиски счастья на Запад. Покинув негостеприимный юг, долгое время скитался по общинам Среднего Запада, подрабатывая и копя себе на дальнейшее обучение. Накопив энную сумму денег, Джордж подает документы в колледж Хайланд в Канзасе. Его принимают, но когда видят цвет кожи нового студента, немедленно отказывают. В Хайланде никогда не будет учиться чернокожий. Не знаю, что тогда испытал юный подросток. Злость, отчаяние, унижение. Но этот случай не отбил охоту к учебе. И Джордж в итоге поступает и заканчивает методистскую школу. Там он изучал грамматику, арифметику, этимологию, вокал, игру на пианино. Его увлекает изобразительное искусство. Но разве будет кому-то интересен чернокожий художник? Будет, но не в этом веке. Может быть, в 20-м или даже 21-м, но не в 19-м. Учителя замечают его тягу к растениям. И советуют поступить в сельскохозяйственный колледж штата Айова. Уж не знаю, то ли отец одной из учительниц, преподававшей в этом колледже садоводства, поспособствовал поступлению, или уже имеющиеся знания и навыки выращивания и прививки растений, помогли Карверу. Но в 1891 году Джордж Карвер становится первым чернокожим студентом сельскохозяйственного колледжа. Более того, после защиты диплома на не самую простую тему растения, модифицированные человеком, он остается в колледже. Несколько лет работает на экспериментальной станции колледжа, изучая фитопатологию и микологию. В 1896 году его приглашают возглавить отделение сельского хозяйства в таксигоском университете. Изначально этот университет был основан как педагогический техникум для цветных учителей. Джордж соглашается, ведь его пригласил сам Букер Вашингтон, глава университета, известный борец за права черных в области просвещения. Букер Вашингтон, помимо преподавания, нагружает Карвера еще, говоря современным языком, общественной нагрузкой. Он должен заседать в комитетах, принимать участие в исполнительном совете, следит за работой двух ферм при университете, следит за канализацией и так далее, и так далее, и так далее. «Учителя меня поймут». Но, несмотря на все эти нагрузки, Джордж не перестает заниматься наукой. Его внимание привлекают проблемы фермеров, выращивающих хлопок. Основных проблемы три. Долгоносики, скудные земли и отсутствие возможности применять удобрения из-за их дороговизны. Не знаю, помог ли Карвер в борьбе с долгоносиком, но две другие проблемы он решил. Он сумел убедить фермеров в том, что севооборот – это их единственное спасение. Хлопок, выращиваемый годами на одном месте, истощил почву. Карвер предложил заменить его на бобовый. Он заметил, что на корнях бобовых имеются бактерии, способные поглощать азот из воздуха и обогащать им почву. Фермеры должны были перейти на выращивание земляного ореха и сладкого картофеля. Но убедить и перейти – это две разные вещи. Между ними целая пропасть. А кому это нужно? А как продать урожай? Может быть, все-таки по старинке? Мало, но ненадежно. И Карвер в университетской лаборатории на оборудовании, буквально сделанном на коленке, учится расщеплять исследуемые культуры на составляющие – жиры, масла, сахара и так далее. Он ищет новые способы применения арахиса и батата. Так ученый нашел около ста различных продуктов переработки батата, включая муку, сахар, крахмал, конфеты, а также краску, чернила и некоторые строительные материалы. Но известность Карверу принесла другая культура. В 1916 году он публикует работу «Как выращивать арахис» и 105 способов его приготовления для человеческого потребления. На счету Карвера более 300 пищевых промышленных и коммерческих продуктов из арахиса, в том числе шампуни, крема для рук, пена для брытья, клей, уголь, пластик, нитроглицерин, да много еще чего. Во время Первой мировой войны образовался дефицит красителей. И Карвер из листьев, корней, стеблей и плодов 28 растений создал 536 видов красителей для окраски шерсти, хлопка, льна, шелка и даже кожи. Только лишь из одного винограда он получил 49 разных красителей. Ученый-ботаник также положил начало новой отрасли в химическом производстве – изготовлению пластмасс. Генри Форд и Томас Эдисон предлагали сотрудничество и высокие гонорары, но Карвер отказался от обоих предложений, не желая покидать свой университет. Материальные блага не интересовали его совершенно. Он даже никогда не просил повысить ему зарплату. Напротив, для поощрения научных открытий в 1940 году он основал фонд Карвера и до конца своей жизни отдавал в него большую часть своих сбережений. Умер Джордж Вашингтон Карвер 5 января 1943 года. Незадолго до смерти, коснувшись цветка на своем столе, Карвер сказал, «Когда я прикасаюсь к этому цветку, я прикасаюсь к вечности, потому что цветы появились задолго до того, как появились люди. Через них я получаю доступ к бесконечности». Удивительная судьба удивительного человека. Человека, который родился рабом, чтобы стать свободным. Человека, который всю свою жизнь посвятил науке и людям. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч.